Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, дала больше полномочий Палестине, тем самым приблизив её к статусу полноправного члена ООН. Большинством голосов она постановила, что палестинская автономия в 2019 году возглавит блок ООН, состоящий из 77 развивающихся стран, так называемой G77. Соединённые Штаты, Израиль и Австралия проголосовали против этого. Голоса в поддержку отдали представители 146 стран. Остальные либо воздержались, либо не присутствовали. Палестина не является членом ООН, однако с 2012 года получила статус государства-наблюдателя. «Мы не можем поддержать усилия палестинцев по укреплению их статуса вне рамок прямых переговоров. Соединённые Штаты не признают существование страны Палестина. Только членам ООН можно позволять говорить и действовать от имени основных групп государств в ООН». Палестинцы хотят создать государство на западном берегу Икеа-Ардан в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Израиль присоединил эти территории в ходе Ближневосточной войны 1967 года. «Решение Австралии проголосовать против этой резолюции отражает нашу долгосрочную позицию. Она заключается в том, что попытки Палестины получить признание как государство на международной арене не помогают в усилиях по двухгосударственному решению конфликта». С новыми полномочиями Палестина сможет участвовать в некоторых голосованиях Генеральной Ассамблеи и присоединяться к международным руководящим органам. Она также сможет вносить поправки в документы ООН и делать заявления от имени G77. Однако во время заседаний представители Палестины смогут говорить только после всех остальных. Соединённые Штаты заняли первое место в рейтинге экономик мира по их конкурентоспособности. До этого девять лет подряд первенство удерживала Швейцария. Ежегодный рейтинг составляет Всемирный экономический форум. Это швейцарская неправительственная организация, которая проводит экономические форумы в Давосе. Особое внимание она стала уделять росту обусловленному развитием технологий. В результате Швейцария оказалась в списке только на четвёртом месте. Второе занял Сингапур, а третье – Германия. В целом в рейтинг вошло 140 государств мира. Россия поднялась на две строки, заняв 43 место. Член управляющего Совета Всемирного экономического форума сказала, что США – это инновационный локомотив с гибкими трудовыми ресурсами и большим рынком. «В США также хорошая ситуация в отношении государственных органов. Но есть и некоторые тревожные знаки. Среди стран «Большой двадцатки» у США самый низкий рейтинг здоровья и экономики. Также есть опасения по поводу свободы прессы и независимости судов». В прошлых рейтингах США были ниже из-за своей макроэкономической среды и высокого государственного долга. Однако в новом исследовании динамики долга США присудили 99,2 балла. А это почти идеальная оценка. Эксперты Всемирного экономического форума отвергли обвинения в том, что новый рейтинг приукрашает статус американской экономики, и что его решили изменить после того, как Дональд Трамп представил на последнем форуме в Давосе свою политику «Америка в первую очередь». Индекс составляют по данным международных организаций и информации, которую собирают в ходе опроса глав корпораций. Премиум бренд Ауди, входящий в концерн Volkswagen, заплатит штраф 800 миллионов евро в связи с дизельгейтом. Такое решение приняла прокуратура Мюнхена. Компания устанавливала фальсифицирующее программное обеспечение на автомобили с шести и восьмицилиндровыми дизельными двигателями. Оно помогало при тестировании занижать показатели вредных выбросов этих машин. О нарушениях стало известно в 2015 году. «Не понимаю, почему правительство не оштрафовало компанию намного раньше. Оно могло сделать это три года назад. Государственным прокурорам пришлось выполнить работу Министерства транспорта. Оно пыталось защитить автомобильную промышленность». Компания Ауди не будет подавать апелляцию и оплатит штраф. Согласно её заявлению, она полностью признаёт свою ответственность за нарушение нормативных требований. Штраф отрицательно повлияет на доходы Ауди и всего концерна Volkswagen в 2018 году. Ранее руководство автогиганта Volkswagen решило уволить главу премиум-бренда Ауди Руперта Штадлера. Его подозревают в причастности к дизельной афере и несколько месяцев назад арестовали. В скандале с дизельными двигателями также были замешаны автомобили марок Volkswagen, Skoda и Porsche. Эти драгоценности можно увидеть впервые за 200 лет. Когда-то они принадлежали королеве Франции Марии Антуанетте. Теперь аукционный дом Сотбис представил их в Нью-Йорке на обозрение общественности. «Эти украшения – часть большой коллекции королевских драгоценностей и семьи пармских бурбонов. Дом Сотбис выставит её на торги в Женеве 14 ноября». Мария Антуанетта, казнённая вместе со своим мужем Людовиком XVI, была известна любовью к драгоценностям. «Согласно историческим записям, она обворачивала в мягкую ткань свои драгоценности в ночь перед тем, как попала в тюрьму. Свою последнюю ночь свободы она потратила на заботу о драгоценностях». Украшения Марии Антуанетты попали в Австрию к родственникам. Затем их забрала старшая дочь королевы Мария Тереза Французская, её единственный выживший ребёнок. У Марии Терезы детей не было, и она завещала драгоценности племянницы. После этого сокровища так и оставались в семье пармских бурбонов и сохранились до наших дней. На торги выставят жемчужное колье, подвеску с бриллиантами и крупной жемчужиной, серьги, брошь и другие изысканные драгоценности. «Мы определяем стоимость украшений на основе ценностей изделия, а затем смотрим, кому они принадлежали. Думаю, драгоценности Марии Антуанетты так же очаровательны, как и более двух веков назад. Полагаю, некоторые лоты мы сможем продать очень дорого». За подвеску с бриллиантами и жемчужиной аукционисты рассчитывают выручить до двух миллионов долларов. За остальные лоты – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч. Роскошные вечерние платья, сверкающие украшения и тяжелые вышитые юбки. В индийской столице шоу-бизнеса, городе Мумбаи, состоялись завершающие показы в рамках недели моды «Бомбей Таймс». Это коллекция дизайнера Ниты Лулы. На демонстрации одного из платьев пригласили болливудскую актрису-модель Сушми Тусен. Она знаменита тем, что в 1994 году стала первой индианкой, завоевавшей титул «Мисс Вселенная». Сейчас ей 42 года. «Я надела это платье, не зная, что на него ушло 80 метров ткани. Я буквально скользила по подиуму, хотя обычно в таком чувствуешь тяжесть, и тебя тянет вниз. Плюс это платье без бретелек». Были на показах и другие звезды Болливуда. Среди них Саха Али Хан. Она продемонстрировала свадебное платье от дизайнера Палави Гояу. «Я очень рада, что сегодня смогла надеть то, что мне действительно нравится. Это не только один из моих любимых цветов. Вся пастельная палитра очень красивая. Платье очень женственное. Красивая отделка в стиле французской аристократии». Эти показы прошли в финальный день трёхдневного мероприятия. В целом, в неделе моды приняли участие десятки индийских дизайнеров, как именитых, так и начинающих. Участие болливудских актёров в показах уже стало традицией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова